Итак, друзья, всем привет! В общем, пытаюсь записать это видео, уже несколько раз записывал. Пытался на ходу, короче, ничего не получается, то темно, то еще что-нибудь. Возвращаюсь поздно с работы. В общем, опять же, речь идет о финансах. И это, наверное, такая, знаете, актуальная для всех эта тема. Тем более для Германии, где существует очень много всяких разных институтов, которые изучают всякие разные возможности где-то вам подзаработать или, допустим, как получить какие-то плюсы, те, которые имеются у города, у страны и так далее и тому подобное. В общем, в этом тоже надо разбираться, это тоже надо знать. И если вы не знаете, то вы не можете в полной мере воспользоваться теми или иными возможностями. Вот. В общем, эти институты рассказывают о всяких разных возможностях. Когда они выносят какое-то решение, то потом уже газета начинает разносить вот эту вот всю новость. Вот. Отступлю от этой темы, сказав, что для меня сейчас это тоже актуально. Не знаю вот почему, но последний, допустим, год или даже полтора года это становится, ну, знаете, чуть ли не темой номер один. Я постоянно об этом думаю, что же делать. И оно еще, знаете, появилось как по мановению волшебной палочки, что как будто кто-то так раз сделал и все. Вот. Кроме этого еще пришло то, что я не могу, как раньше, допустим, или как сейчас молодые могут спать там по 10 часов. Нет, вот даже в воскресенье я очень рано просыпаюсь, все, и уже спать не могу. Вот. Если дольше лежишь, то начинает уже все болеть, все ломит. И лучше, допустим, встать. И даже вы чувствуете себя бодрее, чем если вы еще там на пару часов немножко задержитесь в постели и поспите. Так что это, наверное, приходит вместе с сединой. Вот. Ну, в общем, вернемся к теме, да. Возможность получить вот эти вот плюсы. Я уже говорил о Ристоренте. Это если вы откладываете сами на счет. Плюс еще, плюс еще город там платит. Да. За вас, за детей. Но не всем он подходит. Да. Вот эти институты, они просчитывают тоже, ну, для определенной, допустим, категории людей. Ну, обычно берется, допустим, олянь, человек, который живет один. Потом, допустим, двое с ребенком, двое с двумя детьми. Ну, и все. Это самое такое распространенное. Вот. Там три или четыре способа, которые в основном считают. Как я говорил, ко мне, значит, на глаза попалась одна интересная статейка о стереотипах, которые существуют в Германии, у тех, кто проживает в Германии. Вот. Я ее так немножко поверхностно изучил, но недосконально. Там около семи, кажется, стереотипов, но я выделю самые такие основные. В общем, это опять же о том возрасте, когда вы становитесь все старше и старше, и у вас уже начинает маячить на горизонте ваша пенсия. Вот. Или вы находитесь уже, ну, предпенсионным и пенсионным возрасте. В общем, стереотип какой. Если человек, которому 50 лет, и он думает, что он может себе в этом возрасте сделать так, что потом он не будет задумываться, где же брать деньги на жизнь, да, когда он выйдет на пенсию, то, вот, как говорят, он глубоко ошибается. Потому что чем раньше, если ты начинаешь об этом думать, тем лучше для человека. Ну, допустим, приводится такой пример, что молодой человек, 27 лет, начинает откладывать на какую-нибудь сберегательную книжку, так она, да, по-немецки, шпарбух. Вот, он начинает где-то шпарить, откладывает по 50 евро. То к моменту выхода на пенсию со всеми, там, процентами, надбавками он получает сумму 100 тысяч, где его выплаты составляют меньше половины. Вот, то, что он, допустим, каждый месяц выплачивал, ну, представьте себе, что по 50 евро это 600 евро в год. 10 лет это 6 тысяч, 20 лет это 12 тысяч, да, ну, там его, допустим, 20 или 30 тысяч, а 70 тысяч идет сверху, это вот всякие разные там накрутки. Но смотря где еще, друзья, об этом мы тоже будем говорить. Вот, что делает, допустим, 50-летнему, чтобы выйти на эту же сумму, ему надо платить 200 и больше в месяц, и то он не выйдет на нее. Мне кажется, там вообще сумма должна быть запредельной, еще и должно повезти. Вот, кому легче? Или, допустим, когда вы 50 евро откладываете, или когда вы там будете вбухать по 500. Вот, конечно же, ваша, допустим, часть внесенных денег, она будет превышать, чем, допустим, вот оно пришло со стороны. Вот, в общем, вот этот тот стереотип, он присутствует у многих, и цифры говорят сами за себя. Когда человек выходит на пенсию, то в скором времени он переходит в категорию людей пенсионного возраста, живущих в бедности. И, как я говорил, как-то даже одна статья написала, что чем дальше, тем все больше и больше будет бедных именно пенсионеров. Пенсия маленькая, вот, и ничего не делали для того, чтобы эта пенсия увеличилась. Есть еще такой стереотип, он в основном, знаете, присутствует у большинства людей, у большинства. Кого не спроси, наверное, они все так думают. Какой это стереотип? Ну, вот, если вы следите за моим каналом, следите за каналом Марка, наверное, видели, что мы сняли похожие видео. У одного была там пенсионная информация, аренда информационная, где говорилось о той, какую пенсию вы будете получать. У меня тоже точно такое же видео вышло, аналогичное. Вот, когда, ну, человек, он понимает, где его та настоящая сумма, и то, которое, знаете, что в предпенсионном уже возрасте ее пересчитает. Если у вас там где-то были люки, бывает, что эта пенсия, эта сумма, она только приблизительная. А когда уже вы будете предпенсионного возраста, тогда уже ее точно пересчитают. И бывает, она бывает даже меньше. Вот, когда люди, они видят эту сумму, ну, он говорит себе, ну, ладно, ничего страшного. Купим, ну, не купим, будем снимать однокомнатную квартиру, значит, из четырехкомнатного переедем в однокомнатную квартиру. Будем вести такой эскетический образ жизни, минимализма. Там немножко покушали, там немножко покушали. Вот, ну, как-нибудь протянем, а там умрем благополучно, да. Вот, и тоже говорят, это стереотип, который не подтверждается вообще ничем. Те люди, которые вот так вот думают, у них не выходит вообще сводить концы с концами. Вот, не у многих, не у многих хватает духа взять, вот так вот все резко поменять, перейти, переехать. Очень, очень многие люди, они по этому поводу страдают. Вот, ну, сами понимаете, вы, допустим, всю жизнь жили, как бы даже не задумываясь, да. Не то, что от зарплаты до зарплаты, нет, вы жили, откладывали, вот, покупали, что вы хотели. Ну, экономили на что, на чем-то, но не было такой жесткой экономии, да. И тут раз вы, получается, начинаете получать ежемесячную сумму, которая, ну, 40% от вашей зарплаты, от последней. Представляете, такая пенсия. Это на 60% надо что-то там вам урезать. И вы просто к этому не привыкшие, и у вас потом раз денег нету, раз денег нету, или там, допустим, вы зашли там в минус или еще что-нибудь. И для многих это катастрофой оборачивается. Вот сначала люди думают так, потом так. И вот институт, они говорят, нет, вы так не думайте. Это будет очень-очень тяжело. Очень тяжело человеку перестроиться, отказаться, потому что у него не хватает денег. Поэтому всяческими способами пытаются человека заставить шевелиться. Ну, не могут, допустим, обязать человека, да. Человек как бы сам должен. А каким образом? Для этого вот и существуют вот эти институты, которые показывают, какая возможность есть у человека, где ему, допустим, можно отложить под проценты, выгодно, невыгодно. В общем, вы решаете сами. Вот. Но предостаточно всей этой информации. Но вот бывает, что человек очень-очень, знаете, ему нужен какой-то внутренний пинок, чтобы он начал думать. То же самое и со мной. Я долго очень разбирался. Все слышал, допустим, раньше, Бауш Парфер Трак. Вот. Ну, думаю, что там Бауш Парфер Трак. Ну, как говорили вы там, допустим, фирма платит деньги. Вы платите деньги, через какое-то время там накручиваются проценты, вы их там получаете, все. Вот. На эти деньги можно жить. Вот. Я тоже думал, тогда, когда начинал работать, тоже думал сделать себе Бауш Парфер Трак. Но так получалось, что зарплата у меня была маленькая, откладывать было не с чего. Плюс еще мне доплачивал город, соответственно, все вот эти ваши лишние доходы, типа там шпарбухи, все, вы должны все это указывать. Вот. И это все учитывалось. Вот. И для меня было просто-напросто невыгодно. И то, что зарплата маленькая, и то, что надо было все это говорить, если вы не скажете, то там денежные штрафы, и вам могут убрать эту социальную помощь. А практически я из 19 лет, наверное, точно лет 15, получал всякую разную социальную помощь. Вот. В общем, было невыгодно. А теперь же, теперь же, несколько раз все менялось с этим Бауш Парфер Траком. И сейчас, допустим, не каждая фирма, она еще платит этот Бауш Парфер Трак. В общем, с тем, с чем я сталкивался, это был немножко иной Бауш Парфер Трак, в который вы должны были сами платить из собственного кармана. Единственный там плюс, это то, что там немножко накручивались проценты, и то, что вы могли взять какой-нибудь кредит на определенную сумму под очень маленький процент. И все. И только в этом банке. И банк устанавливает эти проценты. В общем, это такая, и еще, что немоволажное, здесь вы могли потратить только на покупку жилья, или, допустим, на ремонт, или еще что-то. Вот и все. Вы не могли, допустим, полноценно воспользоваться этими деньгами, как хотите. Вы их не получали на карман, они находились в банке. Думаю, да что такое, я пришел на работу, мужики говорят об Бауш Парфер Траке, и не можем понять. Я им говорю, вот я вот так вот так вот слышал, а не нет, не так. Короче, мы долго выясняли, все-таки пришли к тому, что оказывается, это совершенно другой Бауш Парфер Трак, о котором они рассказывают. Он еще остался и на нашей фирме есть. Это фирмегенс лейстунг Бауш Парфер Траке. Когда шеф ваш, после определенных проработанных лет на этой фирме, начинает платить в эту кассу 40 евро. И вы можете даже сами не платить. Он платит, и этого достаточно. Это идет под проценты, и вы можете по истечению, скольки, 7 лет, да, 6 лет он платит, на 7-й год лежит, туда приходит какая-то часть денег, которую там платит город, и все, в принципе. Потом вы деньги забираете, и на свое усмотрение вы можете, как хотите, их тратить. Вот. И сумма там может быть, я не знаю, там 6 или 7 тысяч, или сколько, я точно не знаю, не задумывался, не смотрел эти графики. Вот. Оказывается, это вот он Бауш Парфер Траке. Когда вы приходите, вы говорите именно, что вот вам нужен вот этот фирмегенс лейстунг Бауш Парфер Траке, да, через фирму, которая делается. Они вам потом дадут формуляр, вы относите в отдел кадров, отдаете и все. И дальше все происходит автоматически. Но есть еще и другие Бауш Парфер Траке, Бауш Парфер Траке, которые вы сами в них платите, и получаете вот этот еще, как бы, с ней низкий процент, вот этот кредит. Это совсем другое. Там вы платите, шеф здесь не присутствует, а вам нужно, чтобы шеф. В общем, это, знаете, очень много вот этой информации, и в ней надо хорошо разбираться. Вот. И еще существуют разные эти Бауш Парфер Траке, да. Вот этот фирмегенс лейстунг, вы можете заключить там в банке, можете еще где-то. И все будет варьироваться от тех процентов, которые предлагает та или иная финансовая организация. Вы можете, допустим, на выходе, да, получить немножко больше, чем это происходит в классическом варианте. Это тоже надо учитывать, и тоже надо все это изучать. В общем, друзья, это такой, бывает, знаете, с первого раза такой темный лес, и никогда, никогда нельзя пользоваться тем, что вы где-то услышали, и взяли, и вбухнулись туда. Надо перепроверить. Надо узнать, действительно ли, допустим, это то, о чем вы думаете, или о чем говорили, как это называется. Здесь буквально поменял букву, и оно совершенно уже иное значение имеет. Поэтому здесь надо в этом всем разбираться. Потом еще надо 10 раз пересчитать, выгодно оно вам или не выгодно. В моем случае это было раньше не выгодно, потому что денег и так не было, и ни с чего было платить. Также это касается всяких разных Lebensversicherung или еще что-нибудь. Это уже давно говорили, наверное, в 2005 году по CDF был визо Майнгельт. Да, была такая передача визо Майнгельт, и они считали, говорили, что невыгодно, потому что вы могли уйти в минус. Вы платили, платили. Вам тоже что-то доплачивали, доплачивали. Но какая-нибудь финансовая организация, она берет, сводит процент от обработки вот этих всех данных, то, что там лежало. Все, они что же хотят на этом заработать. Поэтому, когда у вас забирают, и когда вам платят, у вас там ничего, ни хрена не остается. Плюс еще и там штофер накручивается, или еще что-нибудь. В общем, это, друзья, в финансовом вопросе надо разбираться. И это одно, наверное, из самых главных. Вот здесь, я так смотрю, наблюдая, когда вот приехал в немцы, в основном их интересует именно финансовый вопрос. Потому что это, от этих финансов дальше идет там посещение с друзьями каких-то баров, там, или какой-нибудь спортивная секция, которая платная, или еще что-то. Вот. И это является, наверное, темой номер один. Хотя, о своих деньгах, именно о своих деньгах, никто не хочет говорить. Но то, что, допустим, есть какие-то возможности, да, об этом говорят и обсуждают. Так что, я тоже буду этим заниматься, буду держать вас в курсе событий. Хочу сказать, что сейчас я начинаю заниматься бауш-парфир-трагом. У меня еще есть время, если я, дай бог, отработаю 21 год на фирме, то я успею еще вот три бауш-парфир-трага снять. Вот. Но я буду делать не классический вариант, немножко буду рисковать. Немножко такое рискованно. Вот. Ну, чем больше, как говорится, риска, как говорят, giving-orientирование, такие, допустим, бауш-парфир-траги, там на выходе вы можете получить намного больше, чем это дает вам классический вариант. Вот. Вот это, в принципе, и все, что я хотел сказать. Так что, финансовая тема будет очень часто звучать на моем канале. Сейчас я поеду к тестю. У нас Arbeizplata. Это столешница на кухне. Ее надо распилить. И он нуждается в моей помощи. Поэтому я сегодня отработал в субботу, заработав очередных там 150 евро, вот еду дальше работать. Ну, вот, в принципе, на этом и все, друзья. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok